Ну, сначала хочу сказать, что коллектив совхоза Ленин, который я представляю, сейчас весь в поле. И при 36-ти градусной жаре пытается собрать урожай красной революционной ягоды. Придает вам огромный привет и огромное спасибо. Павел Николаевич, вчера собрали 20 тонн, но самый любопытный съезд, пока не слышу запаха вашего привета. Критика принимается, будет все исправлено. И я хочу сказать, что от имени коллектива я благодарю и КПРФ, и Геннадия Андреевича Зюганова за защиту, которую на протяжении уже больше, чем 3 года мы получаем от партии и от ее лидеров. Почему? Потому что если бы не вы, нас бы уже не стало. Я думаю, что это общая тенденция. Вы видите, и хозяйство в селе Сибирское, и Иван Иванович Казанков, и его хозяйство Звениговский находится сейчас под давлением, причем очень серьезным. И вчера ко мне приезжал Павел Ильич, сын Ивана Алексеевича Сумарокова. И мы сидели с ним и обсуждали вот эту главную нашу теперь проблему. Потому что, к сожалению, такие хозяйства, как наши, народные предприятия, сейчас не поддерживаются, наоборот, всячески гнобит власть разными путями. То придумывают какие-то штрафы на 43 миллиарда, то, значит, пытаются возбудить различные дела. И Геннадий Ильич тут рассказывал, ежедневно совхоз Ленин участвует в трех-четырех судебных заседаниях. Каждый день. Причем, это даже необъяснимые, например, иски, которые здравому человеку просто даже присниться не могут. Но, несмотря на это, поддержка, к сожалению, власти не на нашей стороне, а на стороне рейдеров. Причем, многие из них имеют пара билета Единой России. Мы сейчас находимся в состоянии, где мы как будто бы на переднем краю борьбы. Потому что наши социалистические предприятия, а по сути мы социалистические предприятия. Потому что, если разобраться, в 93-м году, когда господин Ельцин принял решение о том, чтобы подписать указ организации совхозов и колхозов, нас заставили стать частными предприятиями. Потом, в 2002 году, когда закон об обороте земель сходственного значения подписал уже нынешний президент, земля стала товаром. И после этого на наши земельные ресурсы, на предприятия, особенно такие, как наши, начались рейдерские атаки. Геннадий Андреевич уже неоднократно говорил, что шесть рейдерских атак пережил совхоз земельный. Но самое сложное, самое сильное, самое беспрецедентное именно сейчас. И это связано, прежде всего, с землей. Поэтому в докладе Геннадия Андреевича было четко сказано, что мы за то, чтобы национализировать земельные ресурсы. Китай же живет прекрасно. Он сдает в аренду сельхозпроизводителям на 100 лет земельные ресурсы. Но обеспечение сохранности земель, особо ценных земель, это задача государства. Государство это невосполнимый ресурс. И если мы потеряем земельные ресурсы, а государство практически его теряет, потому что оно не контролирует ни плодородие почвы, ни олигархов, которые захватили огромные земельные ресурсы. Представьте себе, ни в одной стране мира нет так называемых земельных фондов, контролируемых одним или там несколькими предприятиями, которые по сути своей являются офшорами во втором и третьем поколении. Некоторые такие вот офшорные компании умеют до миллиона гектаров России. И поэтому вопрос национализации земельных ресурсов это один из главных вопросов. Потому что потеряв землю, мы можем потерять все. Вот я Андрей Евгеньевич Клочков сейчас слышал и думал, ведь он абсолютно прав. Ведь именно такие предприятия, как наши, такие как предприятия Сумаровкова, Казанкова, мы оставляем все деньги на территории предприятия. А офшорные компании, агрохолдинги так называемые, уводят прибыль, ну в лучшем случае в центры города, а в худшем случае за границу. И вот такие предприятия, как наши, почему-то власть не поддерживает. Вот мы с Павел Ильичем Сумаровковым вчера очень долго сидели и думали. Мы вкладываем огромные деньги в развитие социальной инфраструктуры. Причем никто нас не заставляет. Многие из вас были в нашей школе, в детских садах, в поликлиниках, которые мы построили. И у Ивана Ивановича Казанкова, и у Сумаровкова такие же совершенно, скажем так, вложения в социалку. Мы, это крупнейшие предприятия, которые держат самую высокую заработную плату. У Сумаровкова, в совхозе Ленина больше 100 тысяч средний доход нашего обыкновенного работника. Иван Ивановича такая же ситуация. Мы платим огромные налоги. Потому что мы не можем работать в черную, мы работаем только в белую. И поэтому только в этом году 63 миллиона только налогов по доходам мы заплатили в государство. А в ответ мы получаем нападки. Значит, различные, скажем так, Геннадий Ильич писал письмо Воробьеву, губернатору Московской области. Три года мы согласовываем пристройку в школе. Это не боулинг-клуб, это не какой-то торговый центр. Три года, причем школа стоит, все было подписано в 2017 году. И никак не можем пристройку в школу организовать. Но одновременно с этим, когда нужно потащить коллектив совхоза в суд, это делается мгновенно и не без властных структур. Человек, именем которого назван нас совхоз, Владимир Ильич Ленин, говорил такую вещь. Политика это концентрированное выражение экономики. Вот сейчас политика, которую проводит правящий режим, она практически разрушает страну. Я сейчас слушал доклады и думал, особенно доклад Геннадий Ильич, что враги КПРФ и программы КПРФ, и враги России, это одни и те же люди. Это люди, которые пытаются разрушить нашу страну изнутри. Потому что экономика, а это основная часть нашей страны, она сейчас находится в упадке. Вот тут Локоть говорил о цене на металл. А вы посмотрите, что творится с овощами. Цена на морковь, на свеклу уже превысила 100 рублей. Это как раз реализация программы правящей партии и правительства. Но не может в России овоща стоить столько. Поэтому что-то не так. Я считаю, что когда, я кстати сравнивал экономический форум в Орле, который только год назад проходил, и Петербургский экономический форум. Вы представляете, Петербургский экономический форум, чтобы поучаствовать, нужно заплатить миллион рублей. Это форум богатых. В Орловском экономическом форуме совершенно бесплатный, и каждый мог выступить. И там, кстати, в Петербургском экономическом форуме, господа Татулова, такая есть интересный бизнесмен, она представляет бизнес-обудсмен Москвы, она сказала, вы знаете, власть, вы нас не любите, а мы вас просто ненавидим. Это правда. Почему? Потому что в результате бизнес заглали в такую ситуацию, что бизнес ненавидит власть. Я хочу закончить свое выступление таким выражением. Николай Николаевич Иванов, мне повезло сегодня с ним рядом сидеть, подарил мне календарь. Тут написано, сделаем прививку от капитализма. Его фотография. Вот главное должно быть то, что если наши избиратели поймут, что нужно прийти на выборы и сделать прививку от капитализма нашей стране, то у нас все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!